Идея работать 8 часов в день, 4 дня в неделю, но получать ту же зарплату, что и за 5 рабочих дней, очень нравится стоматологу Ирии Онда. Если у вас есть второй бизнес, то можно посвящать деньги ему, либо просто отдыхать дома в кругу семьи. Владельцу строительной фирмы в Южной Дакоте Джеймсу Роджерсу такой распорядок совсем не по душе. Мне и 40 часов в неделю не хватает, чтобы завершить работу для заказчиков в срок. В 2020 году некоммерческая организация 4-Day We Global «Четырехдневка для всех» провела два исследования в США и Великобритании. Как оказалось, четырехдневная рабочая неделя означает меньше хронической усталости и бессонницы у сотрудников и 65-процентное снижение прогулов. Помимо данных о самочувствии сотрудников, важно и то, что продуктивность таких предприятий и бизнесов не пострадала. Она либо осталась на прежнем уровне, либо даже выросла. Конгрессмен-демократ Марк Токана недавно вновь внес на рассмотрение Палаты представителей предложение о введении 32-часовой рабочей недели по всей стране без снижения заработной платы. На данный момент у него нет поддержки со стороны республиканцев. И конгрессмен признает, что детали его законопроекта еще предстоит проработать. Для сантехников, плотников и людей, занятых на конвейерных производствах, все будет по-другому. Как все это можно сбалансировать в вопросах оплаты труда с офисными работниками, я пока не знаю. Танако, однако, уверен, что сейчас настал момент представить эту идею американскому обществу. «Пандемия показала миру новые возможности в плане более гибких рабочих графиков, удаленной работы и инноваций. Люди больше не хотят возвращаться к допандемийному укладу. Они хотят сохранить так называемую новую норму». Компания цифрового маркетинга и рекламы Liquified Creative тестировала четырехдневную рабочую неделю в течение последних двух лет. Генеральный директор Шон Норателл говорит, что этот эксперимент был нелегким. «У моих сотрудников было достаточно много стресса, так как они пытались вместить объем работы, рассчитанный на 40 рабочих часов, в 32. Также было гораздо сложнее своевременно и оперативно отвечать клиентам». На фоне отсутствия масштабных и точных данных обо всех плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели, в конце этого года в США будет запущен пилотный проект для ее изучения. Некоммерческая компания 4DayWe Global также планирует проводить пилотные исследовательские программы в Австралии, Новой Зеландии и Бразилии.